Walt Disney Company, Warner Brothers, Sony Pictures, отсутствие новинок от этих киностудий в ближайшее время в российских кинотеатрах – уже свершившийся факт. Не удастся посмотреть нашему зрителю картины «Бэтмен», «Морбиус», «Я краснею» и другие. Однако наши кинотеатры уже научились приспосабливаться к неординарным условиям, предыдущим из которых стали ковидные ограничения. В постпандемии уже не так уж и расширился рынок иностранных фильмов, поэтому никакого такого прямо уж сильного удара мы не получим. А наоборот, мне кажется, сейчас постараемся как-то свой кинематограф налаживать, наш, российский. Последняя более-менее премьера была, если говорить про Соединенные Штаты, это «Человек-паук». Это было аж осенью. Пока кинотеатры планируют вторым экраном показывать наши российские премьеры, которые хорошо прошли год или два назад. Несправедливым упущением Николай Годомский считает почти полное отсутствие картин азиатского кинематографа. К тому же, по его словам, это может стать хорошим толчком для развития российского и даже регионального кино. Уже в мае ожидается премьера его картины «Солнцем поцелованные», которая уже стала одним из победителей на фестивале «Золотой Витязь». Мнение читинцев на киносанкции сегодня было практически единодушным. Вы знаете, я в последнее время вообще зарубежные фильмы не смотрю. Я люблю российские. Поэтому я думаю, что я вполне обойдусь без зарубежных фильмов. Ребята, ну не смешите. Интернет и кино все есть. Зачем нам это все? Советские будут смотреть, российские. Пошли они в баню. Ну, на российских, наверное, будем проходить. Ну, для вас это будет какой-то потери? В принципе, нет. Ну, мы же раньше как-то справлялись. Смотрели советские фильмы. И достаточно интересные они были, фильмы. До сих пор смотрим. То есть мы ничего не потеряем? Я думаю, что нет. Россия страна сильная. Народ у нас тоже очень сильный. Поэтому мы справимся с любыми невзгодами. Я люблю смотреть, как наши воевали с немцами, советские, деревенские. Вот там надо смотреть. Там чисто про жизнь. За нашу Россию. Там показывают. Про Киев люблю смотреть. Про богатырей наш. А вот эти, кто они там? Америка. Пошли они. Извините за выражение. А это Америка. Там что показывают? Стреляют, убивают, насилуют. Ну, это что, красиво, что ли? Вот наши советские фильмы самые лучшие. За нашу родину, за нашу войну. Как наши победили, как наш Киев отстояли. Это все наше. Как оказалось, над доступностью зарубежного кинематографа для российского зрителя работают и земляки, а точнее даже коллеги. К примеру, в телекомпании «РТК Забайкалья» трудятся сегодня всесторонне развитые творческие люди. Не так давно наш режиссер Антон Пак решил перевести и озвучить сериал на английском языке. Я увидел отрывок в интернете на английском языке, и я его не нашел в русской озвучке, нигде вообще пытался найти, там, в различных студиях, так и не нашел. Посмотрел его в оригинале, мне он понравился. А потом, спустя некоторое время, я так подумал, ну, раз его нету нигде в русской озвучке, почему бы мне самому не попробовать и не перевести его на русский язык, ну, и самому озвучить, так как, как бы, опыт озвучки имеется. Антон уже полностью закончил перевод и озвучку целого сезона комедийного сериала. На этом останавливаться не планируют, в следующий раз он возьмется уже за фильм ужасов. Такая работа, говорит Антон, полезна для него в первую очередь в направлении более глубокого изучения языка. Он даже смонтировал несколько обучающих роликов по методике перевода сложных языковых выражений. В целом же есть мнение, что киносанкции в России просто приведут к увеличению пиратских версий картин. Вера Садулина, Сергей Миртов, РТК «За Байкалье».